Приветствую вас! Вы знаете, первое, что мне хотелось бы вас спросить, несмотря на то, что вопрос задаёте вы, да, это что делать, чтобы что? То есть, что по итогу, чего по итогу вы хотите, вот по итогу чего вы хотите сами. Вы знаете, если вы хотите быть с этим человеком, если это ваш, ну не знаю, выбор, позиции, да, если вы понимаете, что таким образом здоровые, ну именно здоровые отношения не строят, да, вот, если вы это понимаете, если вы все равно хотите быть в этих отношениях, вот, то в таком случае, я думаю, вам нужно для себя, вот, определиться с этими моментами, да, вот. То есть, если вы хотите быть этим мужчиной, то извиняйтесь за своё прошлое перед, отстаивать, что оно, это прошлое, ничего больше не значит для вас. Доказывайте ему, что вы изменились и что оно никогда на вас больше влиять не будет, прошлое, то есть, да, на вас. Прошлое больше никогда на вас влиять не влиять не будет, вот. Пожалуйста, пожалуйста, если вы хотите. Но если вы будете так делать, то я рекомендовал бы перед этим определить, а почему, почему я хочу так быть с этим человеком, что по сути готовы отказаться от себя. Ведь моё прошлое, это мой выбор, но моё прошлое, это мои решения, это то, что делал я, это то, что, это то, что я хотел сделать тогда. Да, сейчас, может быть, я думаю, что это не правильно, сейчас я думаю, что это, может быть, этого делать и не стоило бы, но тогда я этого хотел. Так почему же я отказываюсь от этого? Нормально ли, нормально ли это, что я отказываюсь? Знаете, какая, какая, какая история. Вот, и не будет ли такого, что отказавшись сейчас от, допустим, ну, допустим, от себя, отказавшись сейчас от себя, вы будете и дальше отказываться от себя постоянно. Потому что это войдёт в, ну, допустим, в привычку у вашего мужчины, да? Вот, то есть у него войдёт в привычку постоянно стимулировать вас так, чтобы отказаться от своего, значит, прошлого. Вот, и, а значит, отказаться от самого себя. Вот. Согласны ли вы с тем, в таком случае, что человек вас всё-таки не любит? В привычном понимании этого слова. Согласны ли вы с тем, что человек относится к вам всё-таки, ну, скажем так, не совсем позитивно? То есть у него вот должна быть женщина только определённого образа, да? И такой до конца, какая вы есть, он вас не принимает. С одной стороны, да? Вот. С другой, с другой стороны, с другой стороны. Согласны ли вы связывать свою жизнь с человеком, у которого есть проблемы? Проблемы с уверенностью в себе, проблемы с собственной удовлетворённостью, неудовлетворённостью и так далее. Согласны ли вы быть человеком, который за, как это не печально, который за ваш счёт решает свои проблемы? Вот. Согласны? Если согласны, то опять же, продолжайте делать то, что вы делаете для того, чтобы быть с ним. Ну, то есть, продолжайте делать все, что в ваших силах для того, чтобы быть с ним. Он, он, он хочет, чтобы вы с ним были. Он в данном случае путает, он путает любовь, да, он путает любовь и нуждаемость. В данном случае он в вас нуждаемся. Это ни в коем случае любовью быть не может, к сожалению. Вот. Но если только вы сами для себя, да, не считаете, что это может быть любовь. Вот, ну, такая история, да. Вот. Понимаете? Вот примерно такая ситуация. Вот. Примерно такой момент. Вот. Примерно такой момент. Дальше. 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 Идём. Ага. Значит так. Я познакомилась с мужчиной вот месяц назад. По поводу чего, Наталья? То есть, вот вы познакомились с ним по поводу каких вещей. То есть, грубо говоря, как вы с ним познакомились. Грубо говоря. Да. То есть, вы, как-то, вас всегда объединяло. У вас была какая-то совместная деятельность. Или, или что? Или как? Да? Вот. То есть, тут вот история, она такая. Чтобы понять, скажем так, природу, да, природу ваших отношений, чтобы понять её природу, нужно, чтобы вы рассказали нам, что вас с этим мужчиной связывает. Да? Вот. А то так как-то вот совсем непонятно, что вас связывает с ним. Как вот сказала моя коллега, да, Светлана, что вот 8 месяцев его, значит, всё устраивало, да, а теперь, значит, перестала устраивать. Ну, а теперь перестала устраивать. Вот. И почему так, да? Я, почему перестала устраивать. Пока непонятно, почему перестала устраивать. Вот. Понимаете? Какой, какой момент, какой момент. Вот. Ну, соответственно, нужно с этим уже что-то делать. Вот. Соответственно. То есть, определять, что и как, вот, ну, что и как вас связывает здесь и сейчас. Дальше. Так, были планы на будущее. Опять же, здесь, мне кажется, есть серьезная степень вовлеченности вас в эти самые планы на будущее, в том смысле, в том смысле, в том смысле, что вы хотели чего-то от этих планов для себя. Вот. Ключевой аспект чего? Что это были за планы? Насколько в этих планах вы были самостоятельны? А насколько вы зависимы от мужчины в этих планах? Вот. Потому что, в идеале, при здоровых отношениях, в здоровых отношениях, точнее, вот, история такая, что люди вместе идут к цели. Вот. Но они не, не ставят друг друга целью. Вот. Мне показалось, вот, вот именно мне показалось, что вы, как раз таки, и ставите своего мужчину своей целью. Опять же, да? Вот. Я могу ошибаться, предусловно. Я могу здесь быть не брав, но мне так почему-то кажется. Вот. И в таком случае можно говорить о ваших желаниях, о том, чего вы хотите. Вот. Ну и, соответственно, прошлое, да, то есть, понятно, что, ну, совершенно очевидно, что вы к своему прошлому относитесь негативно. Вот. То есть, вы сами его не принимаете, мужчины это как-то почувствовав, почувствовав, видимо, а в силу того, что, вероятно, вы женщина такая достаточно активная, да, вот, он таким образом пытается себя защитить и привязать вас к себе. Вот. То есть, вам необходимо понять, что если вы хотите быть полноценным, здоровым, равноправным партнёром в отношениях, то вам необходимо полностью принимать себя. А вы – это ваше прошлое. Если вы примите своё прошлое, то вы увидите, что мужчины, которые не желают его принимать, по сути не желают принимать вас. Ходите ли вы с таким мужчиной быть, это уже, как и сказали мои коллеги, решать исключительно вам. Вот. Что касается того, что говорит, то есть вот того, что мужчина говорит о любви к вам, что я бы относился к его словам с изрядной долей недоверия бы. Почему? Потому что мужчина судит по поступкам, а не по словам. Слова – это всего лишь слова. Тем более, да, если это говорит мужчина. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...